Угол ринга бойца из города Буэнос-Айрес, Аргентина, Адель Николос Андриэль. Доброе утро! Сейчас Сергей Воробьев, очень интересный боксер. 7 побед, 0 поражений, 6 побед нокаутом. Боксер, который нанес первое поражение в карьере Константину Пономареву в очень зрелищном поединке. Вот он на ваших экранах. Очень-очень интересный боксер. Вы слышите у реакции публики в зале, как его приветствуют. У него есть своя фан-база. Вот он, Алексей Воракин, Валерий Ефремов, в углу Сергея Воробьева. Екатеринбург, встречайте бойцов! В синем углу. Боец из Аргентины, город Буэнос-Айрес. Ему 29 лет. Рост 178 сантиметров, без 70 килограммов, 300 граммов. Профессиональный рекорд. 41 бой. 21 победа, 5 нокаутом, 17 поражений, 3 ничьих. Адель Николас Адриэль. Его соперник в красном углу. Боец из России, город Нижний Тагил. Ему 24 года. Рост 179 сантиметров, без 70 килограммов. Профессиональный рекорд. 7 боев. Во всех одержаны победой 6 нокаутом. Непобежденный Сергей Воробьев! «Науэль» «Науэль». Ну что ж, боксеры представлены Там небольшие проблемы с экипировкой У аргентинца Насколько я понимаю Первый средний вес Еще раз напомню 8 раундов по 3 минуты Весовая категория До 69 килограммов 900 граммов Кстати, у аргентинца Очень интересное прозвище Одно из прозвищ боевых У него Эль Руссо Русский Действительно, он такой Больше похож даже, наверное, на русского, чем на аргентинца И кто знает, может быть У Абеля Николаса Адриэля Были русские корни Вообще, в Аргентине Там много выходцев из Европы Живет, естественно Реферивринге Итальянцы И немцы И армяне В том числе Возможно, русские тоже есть Если говорить про Адриэля То он Обладатель 29 лет от роду Если так можно выразиться И смотрите Без раскачки Сразу же Воробьев пошел вперед Сергей Является нокаутером Еще раз у него из 7 побед 6 досрочных Единственный выигрыш по очкам Случился в соединке Против Константина Пономарева Защит Адриэля Случился в Украинской Влюбленный Случился в Украину Влюбленный Случился в Украине Итак, первый раунд Джеб от Сергея Воробьева Пытается так сумбурно Зайти с ударом на ближнюю дистанцию Николас Адриэль И Воробьев пока работает на Джебе Николас Адриэль выступал в разных весовых категориях Не только в первом среднем весе, но и во втором среднем и в среднем весе Очень опытный боксер 21 победа, 17 поражений, 3 ничьих 41 бой на профи ринге 5 побед нокаутом Но при этом Достаточно он Прочный парень Хотя Вот у него 17 поражений, лишь 3 досрочных Хотел Свой предыдущий поединок он как раз таки проиграл Досрочно Здесь неплохо ловит Воробьев соперника Но Адриэль пока выжидает Занял такую выжидательную тактику А Воробьев тем временем набирает очки джебом, если так нужно выразиться В принципе пока что для Сергея соперник загадки не представляет И темп, наверное, Воробьеву выгоден такой У него есть время подумать, как соперника встретить Чем встретить Когда В общем Хорошая серия, пожалуйста, от Сергея Воробьева Так пытался напугать его аргентинец, но Не прошло Ну вот первый, по-моему, там удар У Гея Воробьева был Первый раунд завершен у нас Ну под конец раунда, кстати, поддавил так, Адриэль Ну, посмотрим, что будет дальше Ну вот здесь на месте была рука у аргентинца А здесь Сергей уже сам промазал Аргентинец, еще раз повторюсь, он опытный Прочный, но при этом не особо бьющий У него из 21 победы Лишь 5 побед нокаутов Алексей Олейник На ваших экранах И Николай Глеменко Только что промелькнули Алексей Олейник, как известно, является Бойцом клуба Архангел Михаил Итак, второй раунд Сергей Воробьев против Абеля, Николаса, Адриэля Первый средний вес Ну, в целом, если посмотреть, Адриэль пока, мне кажется, суетится больше, чем Воробьев Очень много таких лишних движений Да, 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 да Может быть, какое-то волнение есть Все-таки первый выезд в Россию Для боксера, который большую часть, практически всю карьеру Провел у себя на родине в Аргентине Ну, с другой стороны, и для Воробьева тоже определенный стресс Ведь это, можно сказать, его болельщик, местный боец из Нижнего Тагила Да нет, я думаю, что у Воробьева никакого стресса нет Вот, очень хорошо готов, я разговаривал с его тренером Отвестность, да, ответственность определенная имеется на... Ну, я давление имел в виду А насчет стресса, я не знаю Сергей достаточно хладнокровен и, в принципе, ну, соперник не дает ему особо как-то Стрессовать, если так можно выразиться Другое дело, что, видимо, очень хочет такое ощущение Сергея ударить Ударить жестко, четко и красиво все сделать И где-то, может быть, из-за этого он немножечко зажат Еще раз Но стоит ли, да? Ну, мы помним его поединок с Константином Пономаревым Там была рука, кость-кость все раунды Возможно, Сергей пока первые два раунда смотрит, что умеет аргентинец Изучает соперника, чтобы потом найти брешь в обороне и этим воспользоваться Такую качель сейчас включил Воробьев Ну да, пытался раздергать соперника Подрабатывал корпусом где-то И пока что не бьет Сергей Воробьев по корпусу От слова совсем Аргентинец вообще не ставит никаких задач перед Воробьевым То есть по стилю-то, в принципе, удобен Вот сейчас, сейчас попытался здесь попрессовать Чуть-чуть не получилось Воробьев на ногах очень неплохо уходит Где-то даже выманивает соперника на себя Но публика жаждет удара Удара в большом количестве Пока у нас такой поединок больше позиционный Нежели Открытый и зрелищный На обострении ни Адриэль Нейка, ни Воробьев Но вот сейчас пошла двойка Дотянулся, хорошо, хорошо И Гомарь и Гомарь Ждем-то еще раз АПЛОДИСМЕНТЫ И правым кроссом его вообще достанешь Правым кроссом? Да, вот когда он левой тянется Вот здесь вот Вот справа вот так ударить слева по корпусу Ага И хорошо, правой же достаешь до корпуса прямой Еще несколько раз, и потом его можно на этом подловить Вот левый прямой, правый в корпус Ты понял, да? Ага Я понял, правый прямой тоже в корпус Берешь, а потом левый ударишь, правый подкаешь, ударишь Или правый, левый Давай, давай Ты по печени еще ни разу не ударил После левого прямого И так, третий раунд Напомню, всего у нас запланировано Восемь раундов Хорошо по корпусу сейчас попадает Сергей Воробьев В красных перчатках И против него Абель Николас Адриэль Да, Абель Николас Адриэль из Аргентины Сергей Воробьев, Россия Небитый, Проспект, 7 побед, 0 поражений 6 побед на кайф Опять у нас такая большая пауза Но Воробьев пока что держит центр ринга Контролирует, можно сказать, ход поединка Работает экономно, особо не рискует Когда надо бьет Бьет двойки Бьет одиночные удары Возможно, просто Сильную работу мы не увидим После экватора А вот сейчас пропустил Пропустил Сергей Адриэль попал И тут же Воробьев, наконец-то Трехударная комбинация от Сергея Достигает цели И сдвоенный Левый крюк Воробьева Но больше даже выбрасывает ударом пока что Сергей Ну он просто боксирует Он просто боксирует Пока что не рубится Не дерется Именно такой бокс Причем соперник позволяет многое Поэтому здесь Сергей может поэкспериментировать Даже отпускать Адриэля сюда В инсайт На ближнюю дистанцию Вот и правый боковой бейс Был в догонке не очень кстати После сдвоенного левого Когда открылся Аргентинец Но эпизод прошел уже Ну вот сейчас и Сергей Пропустил одиночный удар Так Раскачает Маятник О, сдвоенный джеб от Адриэля Хороший джеб навстречу от Воробьева Сейчас мы увидели Двойка и сместился Ну так Очень пока все Аккуратно В бою Все джебы разбил Но ничего лишнего Ничего лишнего Нет, это хорошо, конечно Но хочется Прям вообще стрелища Смечный Это же бокс Это не шахмат В чистом виде Покрайней Заканчивается раунд Вот, неплохо Низковато держит Кстати говоря Левую руку Адриэль И пора даже В дальнейшем Сергей Попытаться с этим Воспользоваться У него в углу грамот И специалисты Я думаю, что они Безусловно Внесут коррективы Тактику Сергея И дадут нужные советы Ждем следующий раунд Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый раунд В поединке Сергея Воробьева И Адаля Николаса Адриэля В красных перчатках Сергей Воробьев Синих его соперник Из Аргентины Первый средний вес Весовая категория До 69 килограммов 900 граммов Активизировался аргентинец Мы, кстати, заметили Попал Из крупного плана Который показали нам между раундами Что открылось рассечение У Адриэля На правом глазу, так скажем Между глазницей и веком О, хорошо сейчас Воробьев Но зачем оставаться у Канатов Сергей Аргентинец идет вперед Да, поддавил Поверил в себя хорошо Быстро попал сейчас Адриэль Абель Николас Ну, Воробьеву нужно продолжать Бинуть свою линию Очень хорошо он контролировал Поединок до этого Сейчас Адриэль Начала крызаться Ну, хочется побольше ударов На самом деле Если честно Да С какой год на стороны Четвертый раунд Запланировано 8 Ну, пора бы уже Действовать позрелищнее Может быть Ну, это мое субъективное мнение Я его не навязываю Просто высказываю Наджибя держит соперника Сергей Воробьев При этом Пошел вперед Адриэль Здесь От бокового Брал голову А вот здесь не убрал справа голову Мне кажется, старается Воробьев заряжать Одиночный удар И зря Возможно, стоит более серийно работать Ну, вот с Константином Пономаревым Был совершенно другой бокс Вот решил здесь Там была рубка Там была рубка Драка Здесь решил Воробьев показать Что он боксер И плюс Естественно Его команда Его наставники изучали Аргентинцы Изучали бои Именно такая тактика была выбрана На этот поединок Не случайно Я в этом уверен абсолютно Пытался сейчас провести Воробьев сдвоенный слева И пропустил справа Пропустил справа Аргентинец начал доставать Да До сергей Да, то есть Вот Это держание на джебе Оно как-то Перестало работать Точно Ищет варианты аргентинец Как обойти этот джеб Но он однозначно Активизировался По сравнению с предыдущими раундами Стал гораздо опаснее работать Да Ну вот он прячет за этой суетой Вот эти размашистые удары справа И подгонка перкота Сергея Воробьева Ждем в следующий рамках Ты ему слишком много даешь Дышать Дышать Справа Слева Попробуй левую Справа Вот этот Боешь Не, не, я правый не буду Поканул Я один раз въем Но я поспал Поливай Вот И бери И бери И бери Справа Абекота По корпусу Пятый раунд Поединки Сергея Воробьева И Абеля Николса Адриэля Сергей представляет Россию Адриэль Аргентину Первый средний вес Красных перчатков Сергей Воробьев Боец из Нижнего Тагила 7 побед 0 поражение 6 побед Нокаутом Ох Жестко Жестко Работает аргентинец Все чаще Сергей старается Провести Сдвоенный Левый Сбоку И вот периодически этим аргентинец Как раз таки пользуется Да Вот хорошо Сейчас точно И снова повторная атака От Сергея Воробьева Немножко поменял тактику Воробьев Кстати Перестал вот это вот Устраивать держание на джебе Стал Поактивнее работать Включился И стал больше выбрасывать ударов Ну правильно И стал попадать Кстати Отвечает Кстати аргентинец Очень неплохо Очень неприятно Сейчас даже Ну Наверное на счастье Сергея Можно сказать Что аргентинец Не особо бьющий Еще раз повторюсь Из 21 победы Лишь 5 побед Нокаутом А вот здесь апперкот от Адриэля Здесь на месте рука Воробьева А вот попадает слева Адриэль Но кстати Баргентинец Сейчас так перекрылся В принципе Особо по себя Ударить не дает Воробьев Мне кажется Зря у канатов Заставивается Тоже задумался Я об этом Не могу понять Почему не уходит Оттуда Сергей Пропускает опять Еще один левый Боковой Чего он там ждет В этих канатов Ну вот сейчас Нужно возвращать То что пропустил Опять чуть-чуть Промазал апперкотом И тут же кстати Получил удары в ответ Потому что открылся Ну аргентинец Того жил Я скажу Что он в общем-то Создает Конкуренцию Воробьеву В ринге И не такой Да Не такой поединок У нас Называется Однокалиточный Ни односторонний Бой Ну в Аргентине В принципе Средневесы Всегда были хорошие Нужно вспомнить Карлоса Мансона Того же Бойца 70-х годов Очень известного Как раз таки Вот хорошо Насколько сейчас Поймал Био Нужно продолжать Ну вот оживилась Публика Да Хорошо Точно Показал справа Ударил слева Ну вот Вот так Заработать Вот так и надо По идее В следующем раунде Желательно Все три минуты Действовать Сергей Воробьев Это конечно Тяжело С точки зрения Распределения сил Но Но это Но это эффективно Он профессионал В общем-то За это деньги Получает Мягко говоря И должен быть готов Ну вот Ждем Следующие три минуты Субтитры шестой раунд в унисон сказали мы пошел вперед аргентинец и воробьев кстати включился опять джем аргентинец понял что ему нужно обострять вот этими пантоимами не добьешься нужного результата и пошел на обострение сам ну и видимо понял николас адреэль что предыдущий раунд скорее проиграл чем выиграл посмотрите самом начале раунда неплохой боевой отрезок провел аргентинец вот сейчас достал воробьева джебом вот опять началось вот это вот вот только мы говорим джеба держания в предыдущем раунде же все было очень хорошо у сергей вернуться не знаю выцеливает апперкотом да опять перешел воробьев на одиночные удары по мне зря он остается перед соперником после нанесенных ударов сам зависает и соответственно для перри ничего другого делать не остается как бить вполне закономерно вот сейчас серию попадает аргентинец там от последнего удара успел убрать голову воробьев но тем не менее эпизод был за адреэлем не всякого сомнения опасно сергей очень опасно заигрывается не красно что это адреэль а не лукас матисса я имею ввиду по пайчерскому мастерству чем можно было бы ну почувствовать себя не очень хорошо мягко говоря мажет воробьев и тут же наказывает его апперкотом аргентинец очень хорошо включился аргентинец ману воробьевом честно говоря но вообще как бы правда пока не пользу сергея складывается на мой взгляд опять началось вот это джеба держание соответственно паузы которыми аргентинец может воспользоваться а может в эту паузу просто сам немножко отдохнуть но адреля стоит отдать должное вытерпел стартовый натиск даже молод и сейчас прошу удару воробьева но он один всего подобрал инструменты адриэль к своему сопернику и здесь не нужно останавливаться я не понимаю почему воробьев не работать серийно после своих попаданий ведь опускаются руки у аргентинцев открывается боковой слева от аргентинца достигает цели поджимает воробьева канатом заканчивается раунд пожалуйста аргентинец бьет и стесняется воробьев все чаще рассекает воздух пропускает сейчас прямой слева сергей воробьев но честно раунд за аргентинца мое мнение такое я совершенно согласен не самый лучший раунд для сергей в этом поединке адриэль действительно понял как нейтрализовать воробьев ждем следующий раунд ты смотришь его рассматриваешь он кидает и попадает или шаг назад или в сторону или раскачается вот и стоишь и раз ты смотришь его не раскрывает Седьмой раунд из восьми запланированный Сергей Воробьев пошел вперед Подгоняет его публика Требует активных действий Сопернику Воробьева напоминаем Абель Николас Адрея из Аргентины Далеко не подарок аргентинец Ударок очень храбрый, прочный, стойкий, да, не особо бьющий, но настырный парень Смотрите, какой боковой А главный гибкий Гибкий, прошел его боковой В ходе поединка он совершенно поменял свою работу, подстроился под соперника Два апперкотов, пожалуйста И ушел сам от встречного удара Воробьева Адрея Здесь намеренно, мне кажется, он так Адрея принимает на себя удар Но там как бы по защите, по большей части Так жестко, плотно попасть, пока Воробьев по аргентинцу не может И когда промахивается, тут же выбрасывает апперкот Адрея сразу же буквально То есть аргентинец работает от соперника Ну вот, наконец-то пошел апперкот Воробьева Ну вот, злоупотребляет, мне кажется, сдвоенным левым Воробьев Читает этот аргентинец Идет вперед Адрея, пытается поддавливать Вот вспомнил про Джепс, например, сам Мажет Воробьев здесь А вот здесь по корпусу хорошо и справа бы добавить, но Но не добавил Низко руки держит аргентинец, мне кажется, нужно этим пользоваться Ну вот там просто на правый боковой просто напрашивается на самом деле Но с другой стороны, аргентинец эти удары видит и периодически успевает возвращать перчатки к голове и там удар приходится в защиту Ну вот зачем ты подпустил Сергей Аргентинца Еще и остаешься у Канатов Он же может взять и попасть Вот так, да? Вот это было хорошо сейчас И снова так же сделать Не стоять, а отойти и ударить Ну мне кажется, вот решил намеренно, намеренно, намеренно встает к Канатову Сергей Воробьев Может быть, чем это кончится? Вот этим? Хочет поймать аргентинца на удар Неужели он еще не понял, что аргентинец реально очень прочный парень? Так и сам-то в ответ бьет стрелять Да Не поверь я ни за что, что Сергей абсолютно не чувствует ударов аргентинца Опять мажет Воробьев А вот здесь остался Андрей Аргентин и наполучал Ждем финальную трехминутку Так и сам-то встал Никитара Ждем финальную трехминутку Субтитры делал DimaTorzok Восьмой заключительный раунд стартует Сергей Воробьев против Абеля Николаса Адриэля Сергей Воробьев представляет Россию Адриэль Аргентину Пошел аргентинец вперед Адриэль почувствовал, что у него стало получаться По-моему, сейчас пару раз, правда, встретил Воробьев Но чуть-чуть вскользь были удары Флот не достал А вот Адриэль как раз достал Аргентинцу терять нечего То есть, если брать чисто психологический момент Одним поражением больше, одним поражением меньше При его послушнем списке, да, это походу не сыграет никакой Будет у него 18-е поражение То есть, ответственности больше, конечно же, на Сергея Воробьева Боксеры вообще, так скажем, более щепетильно относятся к чистому послужному списку, чем бойцы ММА Поэтому, естественно, Воробьеву хочется выиграть Хочется оставить Ноль в графе поражения в неприкосновенности Вот сейчас хорошо, но мало одного удара, Сергею, мало Маловато В Аргентинце еще не так просто попасть периодически Он так, бывает, уходит корпусом Уходит вниз Где-то выставляет плечо Удары такие вскользь приходится Вот сейчас, пожалуйста, чуть-чуть переждал Воробьев с ударом Он выбросил, но и стол уже пропустил И очень важную вещь делает аргентинец, которую не делает Воробьев Он после своих ударов отходит от ответа От ответа А Сергей этого не делает Не остается просто на линии огня после своих ударов Да Ну и удар, естественно, следует 45 секунд Вот смотрите, смотрите В концовке Андрей начал прессовать Выступил инициатором такой рубки у канатов Да, такой спурт Вот сейчас хорошо попал Воробьев Но у канатов-то стоять не надо Тем не менее Ну вот, дошел Сергей Последние секунды поединка Практически последние секунды Уже меньше 20 секунд Чья же будет концовка в этом рауе? У кого больше сил осталось? Мне кажется, сила осталась приличной у того и другого боксера Попадает оба рубка Но вот где вы парни были на протяжении предыдущих раундов? Скажите мне, пожалуйста Сила, я думаю Ну что ж, замечательная концовка поединка Ждем решения судей Сила, я думаю Я думаю Ну какой лучше? Ало, я лучший! Ало, я лучший! Ало, я лучший! Весный бой Ало, я лучший availability Ало, я лучший бой Белjd Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok